у нас и в энергетике это всегда это известный факт и соответственно в медицине это известно что например если ты поражаешь какой-то орган есть разрез то воплантая часть она наиболее уязвима соответственно выпуклая часть ручки до наши там например голова все наши выпуклости на теле это плечи там попа грудь это все излучающее начало то есть получается и в природе также то есть растения они уже излучают потенциал определенный наверное каждый помнит такой момент когда хотелось обнять растения да даже если этого не было прикоснуться к листочку откуда эта потребность потому что все равно мы вспоминая о том что мы часть природы и являемся продолжателями великих наших достижений и проявителями их мы вспоминаем ввиду нашей генетической памяти что взаимодействие с растениями она может быть напрямую не только через там кухню да еще там как-то а именно напрямую так вот оказывается что с любой выпуклой части растений стекает огромный потенциал и причем потенциал который связан с волшебными вещами я каждый раз рассказываю о том что у нас есть энергии и они обоснованы потому что но не обосновывается что что делать с этими телами то есть как с ними работать но вот они просто есть и есть еще даже часть описаний но какая энергия что это за такое вещество эфир и как с ним взаимодействовать практически нигде не рассказывается да есть опыты если ученые которые преданно служат истине и начинают рассказывать уже сейчас в открытую про эфир но зачастую вот относительно энергии и потенциалов но энергия это новый новодел то есть новодельное слово а потенциал это старое слово которое использовалось всегда у землян так вот те потенциалы которые есть у нас у тел они определенные то есть их можно копить это эти потенциалы и соответственно искать природе и обмениваться с растениями то есть растения нужны мы растения нужны нам ну хорошо я всегда вот даже когда приходила всегда на своих выступлениях во время своих выступлений рассказываю о пальчиках рассказываю об энергии сегодня я о мерах ничего говорить не буду я всего лишь назову энергией и расскажу где в каких растениях и что находится так вот у нас с вами какие есть энергии физическое тело она наполняется энергией же но отсюда слова живой да или животное энергия эхи это эфирное наше тело это тело восприятие прикосновения все что касаемо тактильности да это тепло холод или например твердо мягко то есть вот все эти ощущения там чувство голода это тоже эфирное наше тело дальше астральное тело это тело связаны с эмоциями как раз там энергия фи вот эмоциональная энергия которая есть у растений именно энергия фи она позволяет молодеть но об омолаживающих качествах растений мы еще поговорим дальше энергия ми естественно это мыслительная энергия и когда человек мысли то есть не ляр в корме которая гуляет по его голове и он живет как жвачку какую-то одну мысль а именно мысль как знание как открытие и тогда это действительно работа ментального тела наше казуальное тело полнится энергией ли отсюда лет да или литост камень то есть вот нечто такое длительно хранящееся существующее это наше событие я немножко прослушала буквально 10 минут до своего выступления о том что там ничего не предрешено не стоит планировать но у нас есть некая генеральная линия по праву рождения но это же мы свою судьбу простраиваем естественно каждый наш вдох каждое наше мановение ресниц определяет наше будущее мы действительно творцы нашего будущего прошлого и настоящего я действительно хочу обратить внимание что через настоящее и будущее можно изменить прошлое так вот энергия которая определяет наши события в нашей жизни прошлого будущего настоящего это энергия ли дальше энергия души именно душой мы ориентируемся на приятие этого мира на любовь на сознание духовное потому что без души воспринимать этот мир таким красивым каким он есть просто невозможно дальше дух естественно так душа это энергия пи энергия чей это энергия духа которая связана с волевыми достижениями с волей в целом энергия си это энергия позволяющая открыть себе божественное начало то есть то начало которое называется в нас совестью то есть весь с богами когда человек кроток когда он миролюбив трогателен и скромен это все показатели наличия энергии си и энергии отцы это разрекламированная на данный момент китайцами и японцами энергия которая собственно и дает некое божественное начало которая позволяет всех и вся всегда слышать то есть эта энергия языковая то есть когда мы без слов понимаем животное растение природу явление человека молчащего ничего не говорящего это развитая наше домоконическое тело и соответственно огромное количество энергии ци так вот все эти энергии они есть в растительном мире представляете то есть не нужно растение доить там подсечным земледелием заниматься убивать огромное количество творящего вселенной пользы то есть наших собратьев растений а можно просто на тонком плане взаимодействуя с ними взять все эти потенциалы которые нужны нам то есть получается что в них край заложено уже по праву творения нечто такое что позволяет им не просто существовать а преображать этот мир вот люди сейчас они даже не в цепи пищевой да то есть мы не в пищевой цепи то есть мы просто потребляем во всех и вся угнетаем и растения в этом плане они спасают нас действительно спасать потому что раньше творили мы все во вселенной понимая зачем и почему мы это делаем а сейчас нам очень помогают растения так вот как же узнать в каком растении что находится потому что зачастую непонятно у нас сейчас очень много изменилось название во первых латинские названия которые вел карл линей да мы знаем такого товарища они ничего не значат во первых мы знаем что латинский язык он мертвый латыни на как бы сказать она грубо и то что вся медицина сейчас изъясняется на латыни это говорит о том что истины в знаниях там нет кто читал старые медицинские книги те знают что на самом деле латынь она обрезает очень много понятийных рядов потому что чем меньше букв в алфавите да тем уже восприятие реальности наших предков было открытое слово образование открытое буква образование и открытое фонема образование то есть мы строили здесь и сейчас новое понятие и было понятно что имеется ввиду потому что каждое слово было аббревиатурой и получается что те названия которые есть сейчас они не говорящие то есть вот например там какую-нибудь супер-пупер там климатис вот ты смотришь на него ну вот что да вот что он себе несет какую функцию потому что если нет название которое присваивалось аббревиатурное нашими предками становится непонятно то есть от слова совсем что перед нами то есть как как мы можем взаимодействовать с этим растением что нужно ему от нас и что мы можем от него получить при взаимодействии потому что те названия латыни которые сейчас присутствуют они специально введены совсем недавно буквально там два с лишним столетия назад и сейчас считается нормой но это неправда я перед этим эфиром стала интересоваться старыми книгами по значит травничеству и была очень удивлена что очень много синонимов что например несколько растений а называются одинаковым это так и так не должно потому что русский язык вообще земной язык будем так говорить любой язык он не должен быть синонимичным если возникают синонимы значит где-то что-то исчезло либо название исчезло правильно либо само растение исчезло то есть получается происходит подмена то есть у нас бегемот и гиппопотам это не одни те же животные то есть это совершенно разные биологические объекты нам удалились земли 1 и 2 синонимами сейчас называют но это не синонимично поэтому когда я начала интересоваться я поняла какое огромное количество растений у нас уничтожено просто сумасшедшее количество но даже те растения которые остались они способны даровать и молодость и преображение и соответственно автономию так вот давайте разбираться у многих на языке звучат часто растения ну например такие как пижма да или мята или мелиса давайте разбираться что же у нас есть такого вот в пространстве что можно взять на вооружение и взаимодействовать с этими растениями для того чтобы познать счастье автономии даже для тех кто сейчас кушает кто питается едой это понятно будет платно классная подспорье потому что очень часто человек не понимает что даже если ты питаешься но ты можешь перейти на такое питание которое позволит жить не просто вечно счастлива еще эволюционировать благодаря растениям то есть всех минимум свистеть чисто для того чтобы работал условно желудочно-кишечный тракт там раз там условно в неделю или раз там месяц и не склеился да и одновременно цветущим выглядите там рожать детей строить семью эволюционировать процветать то есть все возможно от взаимодействия так вот когда я начала рыться я обнаружила что слоги которые входят в слово да название тех или иных растений они как раз большинстве случаев если это растение именно старое называется вот входит именно название энергии ну например такое растение как живая вода сейчас это называется очеток обыкновенный понимаете то есть вот представляете название растению живая вода я еще по поводу воды сегодня много чего интересного вам расскажу как взаимодействовать с водичкой и растениями чтобы действительно потенциал который есть чтобы он приходил к человеку или например жива кость высокая раньше назвала сакирки полевые вернее сейчас называется сакирки полевые дальше или вот растение живучая трава сейчас это называется гречавка крестовидная вот иногда по названию вообще не поймешь что к чему когда смотришь название самого старого растения ты понимаешь какую энергию ты будешь брать то есть для того чтобы восстановить физическое тело мы помним да что у нас была живая вода и мертвая вода помним сказка вот это фундаментально это нужно знать мы там выдумываем что это какая-то вода это там что-то вообще не пойми что оказывается это растение которое взаимодействовали с человеком и поэтому ушло оздоровление физического тела кстати как все просто для меня это был таким открытием что я решила с вами со всеми поделиться потому что ну как можно такое скрывать надо выходить людям и рассказывать что это не что-то такое зачем нужно за три девять земель гнаться это действительно наше растение когда мы с ними взаимодействуем нас все выстраивается становится так как нужно то есть представляете да название растений живая вода жива кость живучая трава и так далее я сейчас не буду все это перечислять я просто накидаю несколько растений по каждой энергии чтобы вы уже когда будете смотреть в справочнике старые по растениям чтобы у вас глазки открылись и вы знали какую энергию для какого тела для восстановления или напитывания или там эволюционного прорыва можно по взаимодействию с растением взять дальше от энергии хи которая отвечает и простраивает у нас эфирное тело вот здесь